На пресс-конференции было, что ты слышал? Добрый день, дорогие старики. Добрый день, руководство. Мне, честно говоря, очень непонятно, почему нету руководителя. А вот так они работают, бахли в кусты. Я могу только рассидеть, потому что, наверное, бояться людей. Ну, бывает. Только бывает. Друзья мои, я на самом деле часто бывал в этом зале. И слушал на самом деле очень много ваших претензий, возмущений. Но сегодня, но сегодня, я такого, честно говоря, не слышал никогда. То, что кипение, я так понимаю, уже приблизило 90-х годов. Да, надо принимать. Мы же так гордели, что мы работаем на каком предприятии. Знаете, то, что происходит на предприятии, лично меня, как правило депутатам, вокруг которого входит территория порта, абсолютно не устраивает. Я взял в руки документ. Это распечатанный документ, брифинг, керевництва Николаевской Филии, ДП, администрация Москопольской Украины. Вот. И тут есть 9 вопросов, на которые они дают ответы, почему они собрались, и что он еще происходит в нашем порту. Ну, как минимум, это документ, скажем так, мягко, непрофессиональный. Это документ муниципалитивный. Муни... Муни... Муниципалитивный. 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 Короче, херня не документ, понятно. Муниципалитивный. Муниципалитовный. Муниципалитивный. Муниципалитивный, который манипулируется зная. Честно говоря, даже тяжело говорить, но... Я хочу вам сказать, что я буду браться за каждого человека. Я буду бороться за каждую частную компанию, которая работает в порту. Меня обвиняют, что я преследую интересы Николаевского комеда хлебопродуктов, который 10 лет лежал на колене, стоял на колене, и сейчас имеет шанс возродиться. Я причем стоять, что я буду так же само преследовать интересы компании «Буги», что я в принципе и делаю. Компании «Ковхак», «Авселу Митлова» и так далее, так далее. Это компании, которые дают новые рабочие места. Это компании, которые дают налоги в местные или государственные обучения. Это компании, которыми гордится не только Николаев, но и вся наша страна. И сегодня у нас присутствует губернатор Николаев. Николаевского областа, у которого один единственный, первый был мессендж. Я буду защищать честный, системный бизнес. А людей? В котором работают, естественно, наши жители. Здесь бизнес системный, насчет честного. У нас бизнес процветает, а на этом бизнесе люди получают... К сожалению, бизнес зажимает. И поэтому у людей нет достаточной зарплаты, как вы говорите. Поэтому, дорогие друзья, я обязательно возьму у вас в письменном виде ваши бетели. Я передам их, перед всем министру, премьер-министру и президенту нашей страны. Я думаю, что вы вместе со Алексеем Юрьевичем сделаем такой продюсовый маршрут. Сколько часов? Я... Беседник транспортного комитета. Сегодня у нас присутствует один из руководителей, Юрий Николаевич, Еремик. Вы знаете, вы же Николаевец. А вам вот не стыдно? Вам стыдно? Вот скажите, что вам стыдно. Вам стыдно, что люди так говорят в руководстве. А что касается другого начальника? Ну я буду говорить за Казанаков. Наверное, я думаю, что мы смыслимся в комитете рекламного района. Это правильно. Вы глава и служба. Вы глава и служба. 406-й его. Там нормально побеседуем. Вы как члены комитета по транспортам, вы подъявите вопрос. Хорош давить на профсоюзы, понимаете? Всех партнур профсоюз собирает. Это бардак. Кто нас слышит? Кто нас слышит? Кто нас слышит? А кто присутствует? Уже руководители сидят. Мы заслушаем господина Казанаков. И он ответит народным избранникам. Как он довел предприятие для того, что люди хотят его вынести отсюда. А через сколько это все будет? Друзья мои, спасибо. Тоже посетите. Я буду ждать вас вписанного. АПЛОДИСМЕНТЫ